Я на ваше усмотрение оставляю, вот, каков был бы ваш вердикт. Арбитр пенальти не поставил, видеоассистент не стал ему намекать на то, что можно бы, наверное, и назначить подачу в штрафную. Ришарлисон, Неймар! Неймар забивает! 1-0! Бразилия выходит вперед уже на исходе четвертой минуты, и Неймар забивает свой... Марсело Морено, нападающего сборной Боливии. Давайте еще раз эту атаку посмотрим. Вот Бразилия начала по-бразильски. Но я имею в виду эту атаку и быстро забитый мяч, ведь они вообще-то могли пропустить. Чуть раньше Неймар укладывает мячик в угол. Надо отметить и Габи Жизуса его передачу. Ну, скорее всего, на Ришарлисона. Ришарлисон, возможно, и коснулся мяча, а завершил атаку Неймар. Ришарлисон, видите, здесь вступил в борьбу. Да, вероятно, он сделал какое-то касание. Неймар и Ришарлисон эта связка блеснула во втором тайме предыдущего матча против команды Эквадора, когда Неймар ассистировал. Ему 60 лет. Очень опытный тренер. И вот я уже говорил, что над ним тучи сгущаются. Но пока мы смотрим, как бразильцы великолепно разыграли свою голевую атаку, Я скажу, что президент Конфедерации футбола Бразилии Кабокло намекнул, что он может уволить Тита за то, что Тита якобы поддержал вот этот бунт футболистов и солидаризировался с ними. И Парагвай не знали поражений в этом отборочном турнире в Южной Америке. Ну, а так постепенно уже шестой тур завершается. И еще три матча и первый круг будет сыгран. Там будет очень плотный календарь, потому что времени мало до Чемпионата мира. Неймар. Лукас Пакета. Гол. 2-0. Бразилия все-таки забивает свой дежурный второй мяч. Дежурный, потому что со счетом 2-0 они обыграли Эквадор. Смотря на все старания парагвайцев, Бразилия сегодня показывала более классный футбол. И она гораздо больше задала реальных моментов у ворот соперника. И опять Неймар поучаствовал во взятии ворот. Неймар отдает голевую передачу. Свою пятую уже. Продолжение следует...